Я так спрашиваю, неужели они приткнули, чтобы совсем пасть? Никак. Но от них падение спасение язычникам, чтобы возбудить их ревность. Кто-нибудь послушал бы, что я говорю, и он бы там стоя с кем-то разговаривал. А ты что, православные приткнулись, уже никогда им не встать. Прям по тексту считаю. И вот сейчас читали в ангельское чтение, набрали оставшихся кусков 12 коробов. Вопрос, а почему 12? Зачем эта цифра нужна? Интересно, Ян Затаус говорит, хотя это доказать никак нельзя, чтобы каждому апостолу было по корзине. Чтобы они собирали и думали, как и откуда это, когда всего-то было 5 хлебов. Как у нас всего 4 Евангелия. Откуда? И 2 рыбы, 2 Нового Завета, это Новый Ветхий Завет. То есть мы можем куда-то применить это. И они прикасались своими руками. Он Лазарев воскресил, а развязать не развязал. Развяжите. Господи, а почему развязать? Это любой может развязать? Чтобы запах клена, воня, все на руках было. Знаете, когда мы к чему-то прикасаемся к такому. Ну а там он разложился. Это все на руках у них, когда они развязали, как осторожно, брендлило к веревкам. А он стоит там под этой зловолой простыню. Чем они укрывали его? Чтобы они помнили. Наполните сосуды вином. Ну сам ты, Господи, можешь их наполнить? Если уже превратил, а наполнится. Что ему сказал они полны? А чтобы они носили, черпали, вспоминали. Я же воду лил. Я видел из колодца. Это не вино заранее налито было. Вот для чего. И Господь в нашей жизни иногда допускает к чему-то прикасаться. Пробовать языком видеть. Мы близко соприкоснулись со Христом. Очень близко. И мы поняли, как он благ. Когда мы разговариваем со священниками, говорим, у тебя прихода-то нет никакого. Ты никого не знаешь. Нет фиксированного счета прихожан. Ни один не может назвать цифру. Вот вы можете сказать, что потеряет и столько-то человек. Мы в общине даем отчеты и говорим, у нас с детьми 99. А почему не стоит? Ну не хватает одного неградинга. Мы точно знаем. Ни в одном храме никто не знает. Фиксированного числа нет. А это значит, я под сомнение ставлю, вообще знаешь ли ты своих или не знаешь. Ну спроси, сколько у тебя куриц? Потерялось сколько густят? Ты уже узнала. Ты сразу за свидетель забегала. А когда потерялась полностью вся восточная церковь, никто не переставелся. Потеряли все монастыри в Египте. Нет ли она в монастырях? И никто не беспокоится. Ведь речь идет не о двух человеках, а о миллионах. Ну где исследование прошло? Почему монастыри египетские исчезли? Почему патриархаты там исчезли? Сегодня начинает додумываться. Ездит диакон профессор и объясняет, потому что не проповедовали. Дошло. На развальнях и сидим. Спрашивают, а вот потеряете дети, а вот они вырастают, уезжают. Что будет дальше? Я знаю все в Слове Божьем. Все во Христе. Почему голландский фермер не заботится, что его сын уйдет компьютерщиком или кем-то будет? А все дети остаются здесь, заканчивая университетом. Он принимает отца и эстафету, потому что ему помогают там. Почему у нас так легко покидают православную веру, куда-то люди идут? Да он ничего здесь не имел. Я все время знаю септами. И у меня мысль перейти куда-то, настолько кощунственная кажется, обидной. Да куда же я пойду, когда это церковь? Это моя церковь. Тяжело, тяжко, смертельно, больная, но это моя церковь. А то септы, они вообще никто. Они могут знать количество членов, я добавлю, погибших. У нас нет фиксированных, но среди нефиксированных есть те, которые Бог знают. Которые знают, что такое Христос, что такое церковь. Самое искаженное понятие во всем мире, и ныне у сектантов, не о Христе. Христа признают как единого во Святой Троице, равного Отцу и Духу Святому. Ложное, искаженное, извращенное понятие о церкви. Мы двое или трое, и Христос среди нас. Это лютый обман. Не двое, и не трое, а во имя Христа. И не собрались, а собраны. Собрана это внешняя сила, и это Дух Святой соберет. А Дух Святой все, кто не собирает. И поэтому они не собраны, а собрались. Деяние. 13.42. Говорится о том, как люди преснулись, почему пали, и где в этом родится Священное Писание. Я решил найти эти места. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. А что они делали? Не сказали, приди, соверши молебен в следующую субботу, а говорили. И Павел пришел, что литургией начал служить? Нет, конечно, говорить им. А прочие ожесточились. А падение их? Конечно, страшно. Тысячи шестьсот лет, а Таврама две тысячи лет. Ужас. Две тысячи лет. Это такое огромное срок. Они ждали Христа, и когда пришел, они узнали. Ждали с фронта солдата, родители. У меня рассказ записан такой. А он пришел, не дождался, лег на тыщ, а чемоданы оставил. И родители решили завладеть. Сел не хватает, соседу пошел. А сосед говорит, пошел ты за бутылкой. Да какая тебе бутылка? Ты сам варил самогон? Сына дождались на всю деревню один. Он вливом со всех ног. А уже в дверях и бабка. Не надо, я уже упокошил его. Уже зарубила сонного. Дождалась сонного. Да это же про нас все говорится. Пришел Христос, и не узнали. Я вам говорю о Христе. Везде говорю о Христе. Другого, как юридика, супнику, у меня нет. Это моя награда. Как у начерканных братьев. С этим именем я явлюсь перед Господом. Деяние 13, 16, 48. Когда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надвижало быть проповеданным Словом Божием. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо как заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались. И прославляли Слово Господне. И уверовали всех, которые были предоставлены к вечной жизни. Когда я говорю о том, что на первом месте должно быть Слово Божие, что его надо исследовать, изучать. И через каждую строчку мы увидим Христа. Кто прославил Слово Божие в православность? Наконец-то мы услышали. Они не могут отличить. А вас Батюшка благословил. Мы даже здесь поехали тоже. Поп постановил свой идольский авторитет. Это идол. И мы сейчас были, он с братом. Мы не стали ждать, когда служба кончится. А пошли по соседним магазинам, продавцам. И правосы нас приняли, они в храм не ходят. Одна сразу же с Бехлиги купила. Другой мы оставили, как в интернет войти. Подходим к храму, все чужое. Вся зона протравлена по полу. Слыша это, говорит, радовались. У нас не насчитает поле деятельности. Где вот мы сейчас были, в Шарщино, там нет церкви. Нормально можно работать. Где приехали, есть церковь, все отрадовано. Более лютых врагов нету, чем православные священники. Под руководством, конечно, местного своего епископа. Вообще, слава Божия, не допускает ни под каким видом. Батюшка сказал, воскресенье работает, пришли вокруг храма у горка. Я слышал, у вас здесь еще работали. Будто вы где-то там перед пастой, когда перекратите, чтобы Бог вас жжет здесь. Евреи бились за субботу так, что побивали камнями даже щепки, кто собирал, сучки сухие. Суббота это образно указывало на воскресенье. Любите воскресный день. Все силы положите в шесть дней. А седьмой день, скажи, для Господа. Я пойду на занятия, буду читать, пойду в храм Божий, навещать. Кому-то может ответить письма. Для Господа. Я этот день посвящаю моему любимому Иисусу. Он так назначил. Бейтесь за эту дивную духовную субботу. Ждите ее. Господи, мне сегодня некогда и Слово Божие. А, прости, приближается чудная суббота Твоя, день воскресенья. Я его весь Твоим ногам приношу. Я буду вести себя, как Ты заповедал. Деяния 18.6. Но как они протирились и злословили, то он, отряжший одежи свои, сказал к ним, кровь ваша на головах ваших. Я чист отныне иду к язычникам. Люди, которые не принимают Слово Божие, они уже в крови. То есть они не знают, что будут делать, они и научены, и кровь из-за врушения заповеди. Паравокиси всегда говорил, я возвестил, поэтому я чист от крови всех. Прощаясь с пасторами, апостол Павел говорит эти же слова. Об этом говорит 3 главе в Паравокисе Киеве. Если ты не говорил, он погибнет. Но его кровь, я взыщусь в тебя. Если бы ты говорил, ты бы его предупредил, он бы туда не пошел. Деяние 22.18.21. И увидел его. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства мне. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко, к язычникам. Эти слова для меня всегда вызывают тревогу, что здесь тебя не примут. Поэтому иди к язычникам. Как будто бы мы должны все-таки смотреть, если не принимать, менять свое отношение к окружающим. Хотя это было сказано к одному Павлу, но тень тех событий падает и на нас. Иногда говоришь, говоришь, нет, пойду к другим. А что без толку-то лучше? Это не примут Господь, говорит, выйди отсюда. И пошлет Бог далек. Вот по соседним районам уже начали ездить. Деяние 28.24.28. Одни убеждались словами его, а другие не верили. И не услышат они его, а шан, не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я оцелил их. И так, да будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам. Они услышат. И опять об язычниках. Это уже 28 глава. К дальним людям. Ближние не оценили. И все время, что слышат себе при меня, а я оценил, что мне это готовить. Я должен был готовиться здесь долго-долго, чтобы все места выбрать, посмотреть. Вот мы как бы с апостолом Павловым в гостинице. И как он с тревогой смотрит на тех, кто пришел к нему. Они пришли, много о нем слышали. Они заинтересовались. Но пошли споря между собой. И Павел уже вдовольку им бросил. Далеко к изыщикам Бог пошлет меня. Вы больше ничего не услышите. Теперь, вот сейчас, где те люди узнать бы находятся, кто вышел, спиной повернулся к словам Павла, где они? А если они так и не уверовали, а такие, конечно, были, раз они не приняли. Да ведь здесь же одна секунда за тысячу лет кажется. И они все еще там сидят. И выхода никакого нет. Что же это они сделали? А мы-то еще можем сделать. Когда люди говорят, я нахожусь как в аду, а они преувеличивают. В аду нет воды, и в аду нет покаяния. Запомните. С чем отличается вот эта жизнь? Это главное. Иезахииля 18, 23. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. Это 2 стих. И 33, 11. Иезахииля. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам? Дом Израилю. Всех пророки в апиле стояли. К идолам тянулись. Поставят идолов и кланяются им. Но идол это все, что ты любишь больше Бога. Это может быть жена, муж, ребенок, память, что угодно. На первом месте Христос. Нужно научиться молиться экспромтом и сразу. А что говорит Слово Божие на это? Господи, а чего ты хочешь от меня? Мысленно помолиться. Нас так. Не допусти, да не сокрушен буду. Господь сразу все переменяет. Не забывайте молиться. Сейчас такая опасная пожароопасная обстановка. У нас в лагере сена нет. У нас правило. Мы каждый вечер в окнух обходим и считаем до воскресням Бог. Потренируйте детей. Бросьте перед ними спички, коробок, чтобы они не прикоснулись. Я его тренировал в прошлые годы. Дети будут играть. Выгружу не работают. Дети стоят, приходят, пальцы грызут. Я их в лагере отучил почти всех. Крапиву прожег его, рот ему, а потом перчатки надел. И все. Работайте над ними. Я вижу, приходят в храм, стоят, носки грызут и грызут. Даже от этого не можете отучить. Работайте. И вокруг дома обходите и молитесь. Не дай Бог загорится. Вы же понимаете, что у вас ни скотины, ничего не останется. Да ладно, еще сам из дома выскочишь. Неужели сердце не тревожится? Римлянам 10.19. Еще спрашиваю, раз ли Израиль не знал? Но 1 Моисей говорит, я возбужду вас ревность, не народом, раздражу вас народом несмысленным. Он даже народом не называется, тот народ, который Бога не знает. И он нас раздражит. Чем? То, что они будут обращать. И Бог нас раздражает, сектантами, сектантами, сектиками. Они знают Евангелие. Они читают Слово Божие. Печатают Златоуста сейчас, что удивительно. Святых отцов печатают, отделенные баптисты. У них новые мученики, жития настоящие пишут. У нас полная глухота, строить храмы, монастыри, храмы, мощи, крестные ходы, мироточения. Евродиевая Русь. Римлян 11.12. Если же падение их богатства миру, и оскудение их богатства язычникам, тем более полнота их. Это речь идет об евреях. Евреи обратятся в конце к Богу. Сегодня они жены проклятые, а завтра будут возлюблены Богом. Бог их принял. Сегодня они распинатели, завтра будут раны Христа целовать, и воззрят на того, которого пронзили. Предсказано, что наша русская нация в конце обратится к Богу нигде, нет ни одного слова. А евреи придут. И поэтому в особенном отношении евреев будьте осторожны, чтобы лишнего слова не сказать, а только им дать понятие о Христе. Патриоты сегодня прямо подбивают к тому, бей, жидов, спасай Россию. Изгнать их, и тогда у нас что-то будет. У нас ничего не будет. Это план Божьего спасения, так Бог назначил. Падение, отступление. Это Божий план. А потом будет обращение, и когда обратится, какая радость будет во всей вселенной. Это Божий план. Это щадо Аврааму. Но они отступили от Бога распинать. И если Бог природных ветвей не пощадил евреев, то пощадит ли нас? Он нас вырубит, выжит и свидание останется. И Римлянам 11,31. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы сами они были помилованы. Может потому сектанты не помилованы. Иеретики вокруг нас, чтобы им принесли чистое, словесное молоко. Показали, что без церкви нет спасения. И чтобы эти иеретики сектанты, которые узко смотрят на истину, как через щель танковую, чтобы и они посмотрели на весь мир глазами святых отцов, как им Бог дал разуметь Священное Писание. Чтобы они пришли в церковь, имели истинно рукоположенное священство. Аминь.